Продолжение следует... Есть и чемпионы Украины, и Европы, и призеры мировые. На самом деле есть достаточно высокого уровня спортсмены. И в том числе и наши дети, которые были сейчас на чемпионате мира в Италии, показали очень высокие результаты. Совсем недавно воспитанники клуба вернулись с чемпионата мира по парусному спорту, где показали отличные результаты. Ничто не может сравниться с ощущениями от самостоятельного управления парусной лодкой в юном возрасте. Кататься на велосипеде – это одно. Умелое управление яхтой и самостоятельная швартовка – это совершенно другое. Привел меня сюда папа. Он начал заниматься, гонялся на гоночных больших яхтах. И мне очень понравилось. Я решила тоже попробовать. В этом году мы поехали на чемпионат мира. Это мой первый чемпионат мира. До этого я участвовала только на чемпионатах Европы. Там мы уже показали хороший результат, что три человека из Украины вошли в Золотой флот и два в Серебряный. Это вообще нонсенс для Украины. Такие результаты. На чемпионате мира украинскую сборную представляли исключительно спортсмены Одесского региона. Нашим яхтсменам удалось заполучить пятое место среди 53 стран. Привел меня в этот спорт тренер. Пришел в нашу школу. Я заинтересовался. Начал ходить. Понравился очень. Потом начал ездить на такие мелкие соревнования по Украине. Соревнований было много. Масштабные. Это недавно был чемпионат мира. Занял там четвертое место в Серебре. Я участвовал в массовых соревнованиях, таких как чемпионат мира в классе «Оптимист». Он проходил недавно. Я знал, что 19 место. И там было 60 стран. По 5 участников каждой страны. Это 300 человек. И было очень много гонных фигней и очень много переживаний. Сегодня я планирую гоняться на большой яхте «Буян». Планирую как можно больше получить опыта. Ведь я никогда не гонялся на такой большой яхте. Более 1000 одесситов тренируются на базе Черноморского яхт-клуба. И по словам его руководства, в последние годы здесь продолжаются положительные изменения. Благодаря участию украинских и зарубежных компаний в жизни одесских яхтсменов. Проведение двухдневной регаты поддержал один из крупнейших интернет-магазинов автозапчастей в Европе. Компания «Автодок». В начале июля предприятие открыло свое представительство в Одессе. Технический директор компании Дмитрий Задорожный поздравил участников с началом регаты. И передал поздравления от основателя компании Макса Вегнера. Огромное количество людей вокруг нас всю жизнь живут возле моря, но никогда дальше волнорезы не выходили. А ведь в этом на самом деле и заключается потенциал нашего города. Но сейчас, к сожалению, парусный спорт, туризм, досуг слабо развиты у нас. Мы все знаем, какие условия и какая инфраструктура создана, например, в Хорватии или в Греции для парусного спорта. Я убежден, что в будущем Одесса тоже станет таким местом. Появятся новые яхт-клубы, новые марины, новые точки, где можно интересно провести время. Яркие индивидуалисты, преследующие лишь собственные интересы, вряд ли смогут найти место в команде парусной гоночной яхты. По случаю празднования за седьмой кубок черноморского яхт-клуба боролись не только одесситы, но и экипажи из Киева. В регате приняли участие все классы яхт, включая финн, лейзер, а также оптимист, кадеты и многие другие. В списке участников любой регаты можно встретить немалое количество матросов-девушек, выполняющих даже физически тяжелые задачи на борту и рулевых. Среди участников парусной гонки – женская команда. В таком составе девушки занимаются всего год, но каждая из спортсменок за долгие годы тренировок успела набраться опыта. Это счастливое совпадение и случайность, но может быть не совсем случайность, потому что нам помогли капитаны, капитан-легенда Тамара Николаевна Поветкина. Она помогла нам собраться всем вместе, и мы пошли ее стопами. У нее была женская команда, и мы решили собрать тоже просто женский экипаж на крейсерской яхте. Это лучший вид спорта для женской команды. Это исключение из правил, на самом деле. Женских команд очень мало. В честь праздника на территории яхт-клуба открыли объект – якорь античного торгового судна «Змейный Патрокол», посвященный бесстрашию моряков парусного флота. Около двух тысяч лет назад древнегреческое судно, перевозившее амфоры с маслом и вином, потерпело крушение в Черном море. В 2011-м подводно-археологическая экспедиция обнаружила его останки, в том числе и хорошо сохранившиеся фрагменты якоря. Его точная копия весом в 200 килограмм теперь установлена на территории яхт-клуба. Наши друзья, ребята подводно-археологический клуб «Новорекс», они в районе Змеиного нашли затонувшее судно 4 век до н.э. И что удивительно, очень хорошо сохранился якорь этого судна. Он деревянный, но тем не менее много фрагментов сохранились. И по чертежам, которые восстановили, начертили ребята, мы сделали реплику якоря. И вот сегодня мы сделаем такое открытие. Парусный спорт трудоустраивает десятки тысяч людей и создает масштабные прибрежные проекты, привлекая миллионы туристов. К сожалению, в Одессе инфраструктура для этого вида спорта оставляет желать лучшего. Хоть и делает свои первые шаги в развитии украинского яхтинга. Благоприятные условия и профессиональные спортсмены с мировым именем рождаются под одесским солнцем. А это уже ключ к большим победам.